Друзья, я вас рада приветствовать на своем канале Животный Лайф, где я рассказываю о жизни различных животных. Ну а также буду рада вам на своем втором канале Люди Лайф, где я рассказываю о жизни и известных людей, и не очень. Ну а это видео о животном и семейства собачьих Австралийская овчарка. Желаю вам приятного просмотра, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Австралийская овчарка или ауси это довольно интересная собачья порода, история происхождения которой довольно запутанная и не совсем разгаданная до конца. Одни говорят, что родиной ауси является Америка, и к австралийским породам собак она не имеет никакого отношения. Говорят, что в США собака попала вместе с испанскими иммигрантами. В Испании ауси якобы была собака помощником пастухов. Но многие научные исследования убеждают нас в том, что путь этих собак был проложен через Берингов перешейк. В западных странах ауси была замечена в начале 19-го столетия и действительно отличалась своими поразительными способностями при выпасывании скота в районе скалистых горных хребтов. Ауси. Собаки не страшны перепадой давления и температуры в высотах, поэтому они сразу же были замечены фермерами штата Колорадо. Они стали разводить для себя прекрасных и выносливых помощников, которые без особого труда могли управлять овцами. Главной отличительной чертой породы австралийской овчарки являются ее необычные миндалевидные глаза. Они ярко выражены, бывают зеленые, светлокарие, желтые и синие. Довольно часто можно встретить щенков ауси с глазами разного цвета. Также они могут менять свой цвет, зависимо от обстоятельств и настроения собаки. На фото ауси видно, что ее нос имеет разный цвет. Это зависит от основного окраса собаки. У более темных тонов собаки носы черного цвета, у рыжих ауси носы коричневого цвета. Допустимая норма розовых пятнышек на носу у животных не более 25%. У них довольно крупный череп, прекрасно развитые пропорциональное тело и худшие такие длинные, что запросто могут закрыть глаза. Щенка-мауси на третий день после появления на свет купирует хвост. Он должен быть около 10 сантиметров. Австралийская овчарка – широкоплечная собака с красивой шеей и довольно крупной грудной клеткой с сильными конечностями. Шерсть собаки имеет среднюю текстуру. Количество подшерстка зависит от климатических условий. Взрослая собака весит от 22 до 30 килограмм. Вес для данной породы рассматривается не принципиально. Главное, чтобы собака всегда оставалась поворотливой и подвижной. Такой же, только маленькая копия является мини-ауси. Австралийская овчарка имеет прекрасно развитый интеллект. Это основная черта, отличающая ее от многих пород собак. Для них иметь свои определенные задания и подчиняться правилам просто жизненно необходимо. Это прекрасные работники-исполнители. Если австралийская овчарка ощутит свою ненужность, ей грозит постоянное плохое настроение, хандра и неадекватное поведение. Диванный образ жизни в небольшой квартире может обернуться для них депрессивным состоянием. Им нужны простор, работа и полная занятость. Быть ласковой и нежной, во всем угождать своему любимому хозяину, быть в вечном движении – это именно то, что нужно для данной породы. Это прекрасные и способные ученики. Все, что от них требуется. Ауси схватывают буквально на лету. Преданность и верность – две присущих данной породе черт характера. Они очень любят прогуливаться и играть в различные игры с людьми. Вообще, человеческий фактор, похвала, полученная от хозяина, очень важны для этих собак. Ауси прекрасно ладят с детьми и могут быть идеальными няньками и охранниками для малышей. Благодаря таким положительным чертам, эта овчарка становится не только четвероногим другом человека, но и любимым полноправным членом семьи, без которого никто уже не может представить своей жизни. Но порой эти положительные качества играют отрицательную роль в жизни Ауси. Без достаточной умственной и физической нагрузки собака становится апатичной или, наоборот, агрессивной и разрушительной. Из этого следует вывод, что эта собака будет верным и преданным другом, энергичному и подвижному хозяину. Домоседам же лучше позаботиться и подобрать себе другую, более спокойную породу. Ауси не представляют своей жизни без глазки. Они всем своим видом это показывают своему хозяину. И могут целый день просидеть у ног или на руках у своего старшего друга. С другими питомцами в семье австралийская овчарка быстро налаживает контакт. Это в большей степени касается собак. С кошками иногда все немного сложнее. Особенно если встречаются Ауси со взрослой, с формированной кошкой. Если же они растут и развиваются вместе, между ними даже, возможно, тесная и дружеская атмосфера. Больше всего этой породе подходят загородные просторные дома или сельская местность. Уже упоминала я, что просторы большие, физические нагрузки для них просто необходимы. Людям, проживающим в малогабаритных квартирах, лучше не заводить себе собаку этой породы. От маленького пространства и ничего не делания может пострадать как собака, так и интерьер квартиры. Цепь для Ауси применять не следует. Лучше всего содержать ее в открытом вольере или на выделенной определенной территории в доме. Для них будет большой радостью спать в сарае, в месте живности, у которой им необходимо охранять. Кормлению этих собак следует уделить не последнее внимание. Важно ни в коем случае их не перекармливать. Это чревато для Ауси ожирением и заболеванием сердца. Для молодой собаки до года правильным будет четырехразовое питание. Желательно это в одно и то же время. Продукты должны быть натуральными, но подойдет и качественный сухой корм. Постепенно необходимо сократить кормление до двух раз в день. Противопоказаны этой породе свинины и кости, а в четыре месяца лучше прекратить давать и молоко. Копчености, соленья, жареная пища и шоколад для австралийской овчарки категорически запрещены. Во время прогулок Ауси необходимо загружать бегом или интересной игрой. Им противопоказаны слишком частые купания. Достаточно одного раза в несколько месяцев. Но уход за шерстью и расчесывание нужны ежедневные. Когти обстригают по мере необходимости. Отзывы. Ауси за все свое существование заслужила только самые положительные. Если правильно за ней ухаживать и обеспечивать ее простором и заданиями, более любящего и благородного существа во всем мире трудно будет найти. Они отдаются дружбе с человеком целиком и полностью. И ни один еще человек об этом не пожалел. Купить Ауси не составляет большого труда. Породистых щенков можно найти в питомниках или на выставках. Стоимость одного щенка – 400 долларов.